Это долголетие. Аллергия может быть очень опасной, если не заниматься ее профилактикой. Так, больным необходимо проводить обследование не реже раза в год. Обращаться в клинику лучше всего во время максимального обострения и в прошествии месяца с этого периода. В больнице вам должны сделать анализ крови и анализ на иммунный статус, аллергопробы и флюорографию, либо рентген леких. В зависимости от тяжести и типа заболевания, вам может быть прописана гипоаллергенная диета или даже голодание. Помните, что самолечение может быть опасно, поэтому смена рациона, а уж голодание и подавно, должно проходить под контролем врача. Обычно аллергикам прописывают гипосенсибилизирующие препараты, типа супрастина. Доктор подбирает его в зависимости от результатов ваших анализов. Могут появиться в вашей аптечке и другие медикаментозные средства, которые вам могут назначить дополнительно. Однако, одно из самых главных правил борьбы с заболеванием это исключение возможности контакта с аллергенами. Поэтому, первым делом вам необходимо будет очистить свои жилья от того, что вызывает у вас приступы. Во-вторых, желательно избавиться от вредных привычек, особенно от курения. Иногда от аллергии, может избавить совершенно неожиданное средство, например, иглотерапия. Но прежде чем пойти к специалисту с нетрадиционной медицины, нужно посоветоваться со специалистом.